Доброй ночи! Доброй ночи! В эфире музыкальные новости Биза. С вами Тота Ларсен. Мне сегодня все кажется замечательным и прекрасным, потому что я прибегла к самому банальному, но почему-то самому малоупотребляемому способу поднять настроение. Я одела розовые очки и теперь смотрю на мир, как в песенке Эдит Пиаф в розовом свете. Мне очень хорошо. Надеюсь, что, посмотрев мою передачу, вы проникнете с тем же настроением. Ну а пока новости. Новости от корпорации «Овация», которая передала нам и всем вам тоже передает, что в ее афише, в афише конкурса «Надежды Овации» наметились некоторые изменения. Приглашенные суперзвезды, такие как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и многие другие, будут выступать в конкурсе и ничего страшного не произойдет. Но, к сожалению, Анжелика Варум отказалась участвовать, потому что собирается отъехать на гастроли в другой город. Видимо, гонорар от концертов ей дороже, чем участие в таком шоу. Корпорации «Овация» особенно обиден этот факт, потому что, хотя Анжелика и не лауреат конкурса, она подавала большие надежды. Ну, я думаю, что этот небольшой инцидент, даже нельзя это назвать инцидентом, просто недоразумение не испортит этого конкурса, этого грандиозного шоу. Кстати, все средства, собранные на конкурсе, корпорации собираются перечислить в Союз деятелей эстрадного искусства Фонд помощи ветеранам эстрады. Вот так. Кстати, еще одна, тоже весьма приятная, на мой взгляд, новость. Вчера буквально в пилоте завершился финал международного конкурса диджеев. Не только, я сказала, что он был международный, не только Москвы и Петербурга, не только западные там были диджеи из разных городов России. И как это все происходило, вы сейчас посмотрите из нашего сюжета. Сегодня в московском клубе пилот происходит то, чего еще никогда не было в Москве и в этой стране. Уже вторые сутки здесь идет чемпионат диджеев, международный чемпионат диджеев. Кто такой диджей? Это человек, профессия, образ жизни или какое-то врожденное качество, а может вообще болезнь? Что это такое? Большинство тех диджеев, которых мы видим в барах, на дискотеках, в клубах, это люди, которые просто отыгрывают музыку. Они как автоматы, которым либо платят, либо которые играют под ноги танцующим. Но тот диджеев, который работает в западных клубах, который гордится этим словом, это человек, который, во-первых, который отбирает из той кучи музыки, из тысячи пластинок, которые выходят самые интересные, самые новые вещи, предлагает посетителям клуба, которые именно за этим приходят в клуб, слушать новую музыку. Во-вторых, это человек, который в клубе создает атмосферу. Он в своем роде музыкант. Его музыкальные инструменты это уже законсервированная музыка и проигрыватели. Диджи Мэджик Би, клуб Русская Тройка. И последний участник вчерашнего шоу Диджи Биш Экс Джамп. Действительно профессиональный жюри, потому что тогда входили только профессионалы, по-другому быть не могло. Победитель Диджи Мэджик Би. Клуб ЛС Дэнс. Наш гость из города Петергофа. Диджи Сиджи Вадим. Окей, Вадим, входи сюда. Диджи Мэджик Би. Одну секундочку. Ты счастлив, скажи. Да. Как хватает сил сначала играть на дискотеке много часов самую разную музыку, а потом еще приходить домой и тоже слушать музыку? Нет, ну на самом деле я ее слушаю среди недели. Играю я по субботам и воскресеньям, а слушаю среди недели. И иногда в Эрмитаже это удавалось. Мы играли ту музыку, которую мы любили, и приходила отдельная публика. И в дальнейшем, я думаю, будем тоже так же быть диджеем и уметь это делать, играть индустриальную музыку. То есть приходили раньше специально на диджея Володю? Естественно. Диджеи, диджеи, кругом одни диджеи. А, вот кажется и нормальный человек. Простите, пожалуйста, вы диджей? Я, нет. А кто вы? Я, признаться, военный летчик. Потрясающе! И как вам все это нравится? Это, это, это просто класс. Возьми меня с собой. Эллен, ты западный диджеист и впервые в России на таком серьезном конкурсе диджеев. Как тебе уровень наших диджеев? Что ты об этом думаешь? Ну, на самом деле, я очень удивлен. Я не ожидал увидеть такой уровень. Я слушал, как ребята работают. Я слышал их вчера. Я слышал их сегодня. И мне кажется, что за короткое время они выучились многому. Они сумели очень быстро подняться до уровня европейских диджей. Я думаю, что для начала это очень здорово. Ваши диджеи работают на очень высоком уровне. Они учились все на очень short time. Очень хорошо, я думаю. Спасибо большое. Был сюжетик. К сожалению, на самом деле, на этом сюжетике наш сегодняшний каратюсенький эфир заканчивается. Как всегда, я не успела многого вам сказать. Ну, что же. Боже мой. Я говорила целый час просто без звука с вами. Это было, наверное, ужасно. Я вас прошу просто, страшно прошу меня извинить. Я забыла нажать кнопку. Понимаете, я так всегда волнуюсь, когда с вами встречаюсь. Я так радуюсь этой встрече, что иногда забываю какие-то технические моменты нашего с вами общения, к сожалению. Я надеюсь, вы меня за это простите. Так вот, я говорила о том, что это вот был такой сюжетик из пилота о международном конкурсе диджиев. И, к сожалению, на этом сюжете наша сегодняшняя каратюсенькая передача заканчивается. Я опять не успела вам многого сказать, хотя даже вот успела с вами поговорить немножечко без звука. Вот. Но тем лучше я скажу это в других передачах. Я еще много чего как раз поднакоплю, что вам сказать. Разумеется, только приятное. Ну, а пока я прощаюсь с вами. До следующих передач. Пока. Субтитры подогнал «Симон»